Привет! Сегодня я покажу пару моментов, где Биби Кинг, такой чувак есть, вы знаете, наверное, один из крёстных отцов блюза, ну, такого гитарного блюза, он раздаёт мастер-класс по вибрато, тотальнейший, который, кажется, очень хорошо выучили такие ребята, как Джон Мэйер, Джо Банамаса, Джон Скофилд и прочие. Просто ломовейшее вибрато демонстрирует Биби в расцвете сил, хотя уже достаточно старенький. Песеньки «I'm a blues man». Если вам нравятся эти видосы, качайте моё пособие, оно самое лучшее по гитаре, которое есть на данный момент на русском языке, подписывайтесь на телегу YouTube и Boosty, там вообще копейки можете меня поддержать, и также переходите на цифровые профессии, которые есть по ссылочкам внизу, которые пригодятся вам в 20-х годах 21 века. Короче, я это видео увидел достаточно давно, мне его показал мой однокурсник Стёпа, и это был фурор, потому что даже при том, что мне тогда нравились металлические гитаристы, которые прям очень сурово и быстро играют, при этом я понял, что, бля, это вообще просто такая невероятно филигранная игра, то есть это настолько качественно и круто, и музыкально, и неподражаемо, что я так, ну, во-первых, не смогу, во-вторых, это просто потрясающе круто. И так могут и вот на моей памяти практически никто из музыкантов, но чтобы настолько тонко чувствовать в ограниченных материях блюза, ну, то есть как бы они безграничны с точки зрения чувств, но ограничены с точки зрения музыкальной теории, чтобы настолько тонко разнообразить динамическими средствами своё соло, как это делает Биби. Было достаточно много моментов в этом видео, где он играл такие вибрато, но при этом они практически всегда происходят перед началом вокала, то есть он таким вибрато завершает как бы драматургию своей сольной части и нас потихонечку переводит уже в куплетную какую-то историю. Это вполне логично, но опять же повторюсь, как он точно, чётко и в контексте сейчас это делает, это просто потрясающе. Плюс, конечно же, сустейн. Сустейн, он невероятно длинный, просто невероятно длинный, полноценный, жирный. Ну и кто-то бы сейчас сказал, что это гитара. Нет, ребята, это не гитара. Это, конечно же, сам Биби. То есть дай ему любую гитару, которая даже, возможно, не стоит никаких денег, и он будет играть точно так же. Он будет кайфовать, и он будет тянуть звуки настолько же музыкально, как, собственно, делает на этом видео. Стоит отдельно отметить звук. Звук вот этой Ески. Я, кстати, играл на такой Биби Кинговской Ески. Я записывал Люси Чебосиной. Есть такая, да, чувика, которая солнца Монако. Я записывал ей какие-то треки, по-моему, которые так в итоге не вышли, а может что-то и вышло, не знаю. Ну, короче, чувак, которому принадлежал студию, у него как раз был такой бирюзовый гибсон Биби Кинга. Вообще, конечно, был кайф. И там какие-то, по-моему, струны стояли на тот момент. Просто типа тринадцатый, ну что-то такое. Ну да. Возможно, не стоит столько такая гитара. Я представляю, сколько она стоит. Там, наверное, тысяча четыре-пять долларов. Но она глобально не стоит столько, ну вот при всём уважении к Биби Кингу и Гибсону. Но при этом, конечно, на ней очень круто играть. Жалко, что мы тогда на студии писали это в цифру, типа в какие-то там сраные цифровые штуки. Но даже в линию, в линию звук был. Там тоже был, кстати, вот этот сустейн. Но опять же, я этим сустейном пользоваться плюс-минус умею. Если всё-таки человек такого никогда не делал и не очень понимает, как это происходит, ну как бы будет такой поджатый эффект. Сустейн будет, ну типа так себе. Чтобы научиться делать такое вибрато, важно делать такое вибрато. То есть вам важно брать и так же кайфовать. То есть берёте один звук, тянете его, тянете. Вибрируйте как хотите, любыми техническими приёмами. Это абсолютно не важно. Просто тяните его, тяните, тяните. Там одна ступень, вторая ступень, третья, какая хотите. Главное, там пентатонику играйте. Главное, чтобы звуки были длинные, чтобы вы хотели протянуть и прочувствовать, и прокайфовать эту длину звука. Тогда у вас будет получаться круто. И это на самом деле единственный секрет Биби Кинга. То, что выразиться хочется вибрато, а не количеством звуков. Вот если вы хотите к такому вибрато стремиться, то это самый главный путь. И если мы спросим у Биби Кинга, я думаю, он скажет то же самое, что душа, типа фраза, речь музыкальная раскрывается именно в таких средствах выразительности. То есть типа в вибрато, в динамике, в сустейне, в звуке, именно насколько вот толщина, чтобы толщина была не вот такая вот, да, вот маленькая, а чтобы вот такая вот была толщина, огромный такой звук. Это все как раз то, что у вас в голове изначально, как установка задана, и вы потом просто эту установку выполняете. Играйте упражнение, берите домажорный лад и просто его под минусовочку или пентатонику. Так вот тяните звуки, каждый звук, каждую ступеньку по очереди, и вы потихонечку к этому привыкнете. И будет круто. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Надеюсь, Биби Кинг вас тоже вдохновил, как и меня когда-то. Подписывайтесь на YouTube, Telegram и Boosty. Также проходите на профессии, которые пригодятся вам в новой эпохе цифровой. И также качайте мое пособие. Оно самое лучшее, которое есть вообще на русском языке по гитаре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok